Девушки отдыхают Повреждает около 20 видов хвойных деревьев, среди которых различные виды ели, сосны, кедра, пихты и лиственницы К концу 20 века большой еловый лубоед был обнаружен фактически по всей Европе и в Закавказье В пределах азиатского материка Дендрактонус микканс известен в Турции, Казахстане, Монголии, Китае и Японии Мы сегодня будем говорить о караеде, который является самым большим караедом на территории евразийской части России и сопредельных стран Вид, который очень сильно вредит в некоторых районах В некоторых районах превратился в настоящий раритет и его популяция находится в депрессивном состоянии Вид относительно редок и в подмосковных лесах сейчас и в лесах европейской части России Но иногда возникают ситуации, когда он вновь проявляется и, нападая на ели, на здоровые ели, приводит их к усыханию и истребляет хвойные растения на больших территориях Вид этот распространен очень широко на европейском и на азиатском континентах Его ареал охватывает территорию, начиная от Испании, от Скандинавии и доходит до Дальнего Востока Совсем недавно этот вид был обнаружен Михаилом Юрьевичем Мандельштамом на Сахалине и на Курильской гряде В частности, как раз Кунашир, где раньше не был отмечен дендрактон, туда он добрался и там размножается и вредит насаждениям Караед этот очень интересен тем, что среди караедов большинство видов они заселяют деревья, которые очень сильно ослаблены И эти деревья имеют или механические повреждения, или засухой они ослаблены, или морозобоины Но дендрактонус микканс относится к группе так называемых агрессивных видов караедов, ксилофагов Которые способны заселять деревья без внешних проявлений ослабления Стоит ель совершенно без признаков ослабления зеленой хвоей Но в его основании, в комлевой части, вдруг появляются сильные сечения смолы Которые формируют такую интересную очень трубку смоленую И это значит, что в основании ствола поселился дендрактонус микканс Вид очень быстро может размножаться Ну, поскольку он способен заселять живые деревья То, или очень слабо ослабленные, с маленькой степенью ослабления Он может вызывать гибель целых насаждений на больших участках На этих участках леса через несколько лет возникают такие проплешины Деревья приобретают оранжевую окраску хвои И гибнут в течение двух-трех лет Вот это насаждение может погибнуть Этот вид еще, ко всему прочему, вполне возможно Может являться переносчиком каких-то патогенов До сих пор это еще не изученный аспект от его биологии Но большинство видов этого рода, дендрактонус На территории Северной Америки Они являются переносчиками грибов, опасных патогенных Это их векторная роль, трансмиссивная роль, переноса Она очень играет серьезную роль в том, что насаждения погибают на этих участках Заселение деревьев происходит, начиная с третьей декады мая И по третью декаду июня В это время жуки вгрызаются под кору Формируются как раз вот эти длинные вытянутые смоляные трубки В результате того, что выбрасывается исхода буровая мука И вместе с буровой мукой выбрасываются и свежие потеки смолы Поэтому происходит нарастание такой постепенной смоляных трубок И присутствие этого короеда очень часто можно увидеть по наличию в основании ствола Таких длинных вытянутых смоляных трубок, которые очень часто являются признаком поселения Дендрактонус Миккенс Короед строит очень своеобразный ход В отличие от остальных короедов у него нет ни маточного хода, ни специальных яйцевых камер Он грызет очень интересный своеобразный такой участок, который называется семейной камерой Там откладывается кучкой яйца И личинки таким широким фронтом начинают выгрызать во флоеме, в лубе Начинают выгрызать большую такую камеру, расширяя и расширяют ее И если мы посмотрим на ходы Дендрактонус Миккенс, то мы поймем, что система как таковой ходов там нет Там есть совершенно такая бессистемная форма семейного хода, как его называют Самка спаривается с самцом внутри семейного хода Откладывает яйца кучкой Из них развиваются личинки Личинок бывает от 20-25 штук до 40 и иногда редко больше 50 штук Личинки развиваются в течение вегетационного периода Иногда развитие затягивается на 2, а иногда и на 2,5 года То есть генерация у этого короеда бывает растянутой Это связано с тем, что пищевой субстрат, он все-таки неоднозначен, он не пригоден для большинства видов короедов На живых деревьях все-таки затягивается вот это развитие И оно может продолжаться не один вегетационный период, а в течение вот до 2,5 лет Жуки покидают свои ходы в частях осенью и зимуют в подстилке Часть сохраняется в ходах и выходят из ходов уже весной Во время весеннего лета заселение или рядом расположенных деревьев Или этот короед может отлетать на расстояние до нескольких километров от... А то и десятки километров от этого участка Когда заселяется одно живое дерево, то на феромоны начинают слетаться жуки И формируют такую колониальную команду, популяцию Которые уже осваивают пищевые заселенные деревья И эти деревья уже как раз подвергаются воздействию ни одной, ни двух семей А обычно на дереве поселяется до 10, до 15 семей И вот как раз этот процесс может затягиваться даже на годы Потому что заселяя жизнеспособное дерево, короед не сразу убивает его А может селиться на этом дереве, давать поколение в течение двух, трех, пяти лет В некоторых случаях даже более Достигает этот короед 9 миллиметров Самые большие жуки в мире, они полтора сантиметра, то есть 15 миллиметров Этот наш самый большой, который встречается в Европе и в нашей Российской Азии Он является собой всего 9 миллиметров, не крупнее Акрас у него темно-бурый Бывают такие жуки молодые, они рыжего цвета И, конечно, это жук в основном темный Иногда даже до темно-бурого у него отдельные участки могут выглядеть черными Хотя черный цвет в жуках это крайне редко, это все-таки темный бурый цвет Волоски у него рыжего цвета Обильное очень как раз у него покрытие вот такими рыжеватыми хетами Они утолщенные, вот здесь как раз видно, что такие толстенькие заметные хеты Обильно покрывающее тело Ноги у этого короеда тоже самые, очень обильно опушены В отличие от большинства других видов Особенность этого жука в том, что грудь у него имеет в передней части Такую выемку небольшую, которая является характерным признаком для этого рода Для дендрактонус и отличает его от других лобоедов Голова видна, она выступает из-под передней спинки И это как раз тоже характерный признак для лобоедов От головы берет начало антенна Антенна у этого вида четырехчлениковая За исключением еще существующего педицела Вот это первый членик И булава имеет рассекающие ее три шва Вершина булавы, она притуплена И имеет опушение Щиток виден Надкрылья в основании имеют форму дуги Что является тоже характерным признаком для лобоедов И на этом участке зазубрина в основании над крыльей Имеет зазубренность, которая тоже является диагностическим признаком для лобоедов Для хелесинин У этого вида глаз с очень слабой выемкой И иногда встречаются глаза цельнокрайние, без всяких выемок На голове имеются опушения, но оно недостаточно интенсивное И также вот очень важным является то, что у хелесинин, у лобоедов У них горизонтальное вот такое брюшко, что отличает их от заболников Здесь как раз на рисунке видно, что над крылья в основании приподняты Они зазубрены Вот здесь видно, что имеется такая зазубренность Очень хорошо выраженная Зубчики расположены в один ряд Имеются очень четкие, хорошо прослеженные точечные ряды Между которых имеются тоже такие мелкие, совсем еле заметные точки в междурядях И скат на передней спинке, он такой пологий, невыпуклый И всегда он лишен бугорков и зубчиков Это как раз отсутствие морщинок на передней части, на боковой части передней спинки Тоже является очень хорошим диагностическим признаком У него отсутствует на скате над крыльей полностью тачка, вдавленность Здесь вот как раз мы видим уже конечности на каждом отделе груди По паре конечностей расположены у дендрактона Они зазубрены на внешней стороне голеней Ну и обратите внимание еще то, что на передней спинке Отсутствуют полностью бугорки и морщинки Которые часто бывают выражены в ближайшей трибе Это хелесинус, вот как раз род хелесинус Он имеет вот такие здесь участки с бугорочками, с такими заостренными Еще очень важным является то, что булава усиков притуплена Вершина у верхнего членика булавы, она не заостренная, а тупая И имеются такие небольшие щетиночки-волоски на этом участке, очень характерные Борьба с большим еловым лобоедом включает Анализ древесины при международной торговле Особенно неокоренной древесины хвойных деревьев Мониторинг вредителя с помощью барьерных и феромонных ловушек Санитарной рубки на зараженных участках с последующим удалением древесины